Доброе-доброе утро, мои дорогие друзья! Сегодня мы встречаемся с вами с самого утра. В смысле, я ещё кофе не пила, потому что как-то поздно сегодня встала. Хотя и собиралась встать пораньше. И почему, я сейчас вам расскажу. Так, где, что, с чем буду пить кофе, не знаю. Ой, надо чайник закипятить тоже, чтобы он у меня уже был с кипяченой водой. Чтобы, если дети придут, они должны ко мне сегодня прийти. Не знаю, может даже мальчишек мне оставят и пойдут куда-то затариваться. Так, давай кофеёк варись. Ну, наверное, с пирожным, с этим, который вчера напекла, наверное, с ним. Буду пить кофе. Короче, так, это я передвигаюсь. Передвигаюсь, чтобы вместе с вами передвигаться. Так, возьмём кружку. Возьмём новогоднюю. Так, я себе новую новогоднюю кружку я себе не купила. Киска мой всегда со мной, видите. Ёлочка маленькая стоит. Не знаю, хорошо видно или нет. Я очки не одела. И, может, когда двигаешь телефон, он не сразу, не сразу фокусируется. В углу у меня гномик, который Таня мне в прошлом году подарила. Она сама его сделала. И в игрушках нашла вот такого вот гномика с конфетами, которые надо выбросить, иначе... Кто их знает, вдруг они отравятся. Отравленные уже. Вот эта красота. Мне добавила только сюда вот свечки. Поставила вот такое вот украшение себе. Это я туи наломала. И Аришка попросила, чтобы ей тоже такое дало, что она будет рисовать. Она купила какую-то краску белую, такую распылитель. И ей надо вот веточки еловые. Веточка эта еловая прикладывается к окну и потом забрызгивается. Получается, в общем, расписывать будет своё окно. Я, как всегда, с утра встаю. Ну, вот сейчас уже светло. А так я встаю, ещё темно на улице. Сразу включаю гирлянду на окне. И уже я от окна отстала от него. Потому что вроде бы сделала так, как мне хотелось бы. Ну, может быть, что-то не так. Но, в общем-то, сойдёт. В общем-то, сойдёт. Кругом у меня валяются гирлянды. Какие-то рабочие, какие-то нерабочие. Много гирлянд девочки выбросила вон. Потом, не знаю, в общем, развалились все. Это на этом самом заказывала. На Алиэкспресс. Это покупала в магазине. Но что-то с ней случилось. Тут всё поотвалилось. И куда отвалилось? Нигде ничего не знаю. Короче, очень жалко мне вот этой гирлянды. Потому что вот такие вот маленькие лампочки. Их можно вот как-то приспособить. Я только думала, что я эту гирлянду положу на столик. Что-то какое-то с такой обеточки сюда положу. Гирляндочку. Может, свечи поставлю. Ну, хочется. Вот душа просит праздника. Ну, а теперь совершенно о другом, девочки. Вы видите эту ёлку? Вчера мы что с вами делали? Мы нарядили белую ёлку. Я полдня на неё смотрела. Так, сейчас я посмотрю на кофе. Иначе оно бежит у меня. Он убежит. Так, присяду. Присяду сюда. И я её вроде бы и красиво сделала. И красиво с шариками. И гирлянду. Она немножко поменьше. Гирлянды получилось много. Светящиеся. В общем, всё вроде бы как бы-то хорошо. Но нет. Посмотрю я там и там посмотрю. И все ставят зелёные ёлки. Зелёная как бы-то лучше смотрится. Короче, надо уже ложиться спать. А я пошла разбирать ёлку. Вот так вот. Я её разобрала. Нет, наверное, надо... Там свет прямо в это самое. Тут тоже гирлянда на стуле. Тут эти самые. Но это работает. Смотрю уже... Я положила сюда эти... Я когда разбирала в прошлом году, я все батарейки, все батарейки вынула. Вот. Так вот новые. Но смотрю, что я уже все использовала. И ещё на одну гирлянду мне надо батарейки. Надо будет ехать в фикс прайс. Ну, сегодня я никуда. Даже снег не буду чистить. Говорят, его вроде бы сегодня не будет. Господи, не надо сегодня в снег. Совершенно не хочется мне идти чистить его. Вот хочется, чтобы как-то он уже улёгся. Люди протоптали дорожку, и можно было спокойно выбраться в магазин, спокойно подойти к автобусу, спокойно походить по базару. А не то, что вот пойдёшь что-то немного вроде бы, ну, тяжёлого купишь, и невозможно тащить по этому месиву. Но, увы, но, увы, не получается. И сколько же он будет мести этот снег, неизвестно. Короче, я вчера смотрела-смотрела. Ну, красиво вроде бы. Даже песенку вам спела. Но голоса у меня, конечно, нет. Мне на ухо медведь наступил. Хотя окончила я музыкальную школу. Семь лет училась в музыкальной школе. И на хор ходила. И в школе в обычной тоже на хор меня записали, потому что раз я музыкальная, значит, я должна петь в хоре. Чего я очень не хотела. Ну, так вот, за столом, когда мы были ещё молодые, собирались с компанией, конечно, пели, девочки, пели. И мне это очень нравилось. Ну, песни были такие, которые, представляете, запоминались. Вот, так, я сейчас, пока я буду петь песни, мой кофе убежит. Такие, знаете, песни, которые ещё были в старых фильмах, которые пели наши родители. Потому что, когда мы собирались у тёти, у бабушки, и всегда вот посидят, поговорят, покушают, и потом начинают петь. Никто никогда не напивался до того, что надо было там где-то подраться или это сам поругаться. Всегда всё мирно, всегда обнимались, целовались, когда расходились. Ну, вот, пели. И я, когда была молодая, мы тоже пели. Я помню тогда, я уже замуж вышла за первого, и его сестра Алла, она тоже опять, она сейчас, девочки, она сейчас ходит в какой-то, я не знаю, что это, кружок или что это там такое. Короче, они в народных костюмах там выступают, песни поют. Никогда не признавала, слушайте, никогда. Да, это вот затронули эту тему, и она мне рассказала, что она ходит на такие свидания, на такие. Но и песни такие, вот, вы, наверное, кто моего возраста, наверное, должны их знать. Каким ты был, таким остался. Это фильм из какого-то старого. Мне, кстати, он очень нравится, этот фильм. Или кто-то с горочки спустился, или «Подмосковные вечера», или «Что стоишь, качаясь, какая-то там рябина, головой склоняясь до самого тына». Вот. Много таких вот песен, только надо повспоминать, конечно. И как-то было так весело, так интересно было. Мы молодые были, а вот песни любили вот эти вот старые. Сейчас, конечно, совсем не так. Вот я, когда последнее время всегда отмечала свой день рождения, это уже когда вот менялись мужья, менялись друзья. И когда уже был Бася, Люда, Таня, ну и мои дети, дети, внуки уже, то уже как-то песни уже не пелись. Уже не пелись девчонки более такие, даже я не знаю, как сказать, уже... Ну, не знаю, не знаю, как это сказать же. Они не певучие. Но и... Уже всё как-то вот отходит, отходит на задний план, а всё равно вот вспоминается. И иногда хочется, вот хочется просто посидеть, вот так попеть песни. А чё это я... А чё это я собиралась про одно говорить, начала про другое, начала вспоминать. Бывает такое, вот нападает. Так вот, я вчера ходила-ходила, по кухне сидела, чай пила. Потом смотрю на ёлку. Ну, красиво. Ну, хорошо она моргает. Тем более я на неё... А, сейчас я ничего не включила, потому что я ничего ещё не сделала. Пару шариков повешала, закрутила гирлянду. Она, кстати, на этой ёлке лучше видна, потому что она среди зелёного, красная как-то пропадает. Это у меня старенькая-старенькая гирляндочка такая. Но она не от батареек, а от света. Пришлось провод там прицеплять, длинитель. Ну, и... Нет, ну вот не лежит она мне. Ну, не радует она мне глаз, и всё. А я же спать не лягу, если я не переделаю. Я вот такая вот, понимаете, вот такая. Как раньше я вязала всё время. Это сейчас у нас пойди в магазин, в магазин, на базар, купишь всё, что хочешь. Только выбирай, только деньги имей. Вот. А раньше... Раньше как? Ну, кинотеатр, какая там была зарплата? Хотя это была моя любимая работа, но зарплата была 70 рублей. План был очень редко. Тогда, когда какой-то фильм там очень-очень такой крутой шёл. А раньше вообще были зрители тогда, когда были какие-то импортные фильмы. На русские мало на какие люди шли. Ну, если только вот «Москва слезам не верит» или «Служебный роман». Вот тогда полные залы были. Вот. И я вязала, девочки. Я вязала, я обвязывала всю семью. Я вязала пальто, я вязала... Училась вязать носки, перчатки. Это для меня самое трудное было. Мне было проще связать жилетку, жакетку, юбку. А вот эти такие мелкие вещи очень было трудно вязать. Но всё равно я училась. Я это любила делать. И вот помню, я купила мохер. Тогда появился мохер. И я вечером вот вяжу, вяжу, вяжу. Муж уже лёг спать. Это не Вася, это был ещё второй муж. Он спит, я вяжу. Так. Положила. Нет, что-то у меня одна полочка. Вот почему я взяла её на три петельки больше? Ну, как это так? Это неправильно. Это не так должно быть. Я распускаю и начинаю это всё вязать сначала. Муж просыпается, говорит, ты что, ещё не спишь? О, ты же уже почти заканчивала. А что это вот ты начинаешь всё сначала? Ну, вот такая вот. Когда я её связала, две одинаковых примерила. Тогда я только спокойно легла спать. Так и вчера. Посмотрела я, ходила, ходила. Думаю, ну, попью чайку. Может быть, всё нормально. Нет, я... Нет. Пока я её не разобрала. Я не смогла лечь спать. Я не успокоилась. Потом я улегла, когда всё собрано было, ёлка эта была опять положена в пакет и засунута в антресоли. Тогда я со спокойной душой легла спать. Так, кофеёк. Сегодня мы с вами пьём... Так, а сколько-то время? Ой, девочки. Ой. Всё время на руку смотрим. Часов нету. Так непривычно я всю жизнь часы ношу. Вот. Всегда, знаете, вот на остановке. Молодёжь не любит часы. У них всегда телефон. Телефон в кармане. Как Оришка, так она в джинсах на задний карман носит. Я говорю, Ориша, кто-нибудь раз, вытащит. И на этом всё. Не, всё равно. А мне надо, чтобы у меня часы были на руке. И я вот по привычке всё время на руку смотрю. Уже посветлело. На улице уже светло. Почти 10 часов. Поздно я сегодня так вот встала. Ночь какая-то была такая. Проснулась в 4. Не спалась мне. Шмяка пришёл. Говорю, иди, пойдём спать. Но потом как-то задремали опять мы с ним. Вот. Ну, думаю, надо быстренько взяться. За это я, правда, выпила таблетки, накрутила гирлянду сегодня. И сейчас начала убирать. Надо будет доделать. Потому что, если дети придут, чтобы уже ёлка стояла такая вот. Оришка ещё говорит, я ещё не собираюсь. Как-то рановато. Надо там кое-что сделать. Надо столик собрать. Потому что на него я хочу, говорит, ёлку поставить на столик. Для того, чтобы кот не прыгал. Он любит очень ёлку разбирать, любит кот. Говорит, в прошлом году поставили ёлку, а он давай шарики сбивать. Вот такой вот кот. Мой шмяк нет. Наверное, потому что он уже с возрастом мальчик. Ему это уже не интересно. Хотя, если я вот болтаю этим самым, как он называется, вот этот провод. И когда заряжаешь телефон, вот вытащу из телефона и вот болтается так. Вот он любит с этим поиграть. Вот, а так он никуда, ничего. Надеюсь, не лезет. Но в прошлом году как-то у нас не было проблем. Да, они и шарики теперь не стеклянные. Я уже стеклянные игрушки не вешаю на ёлку. Вот купила один раз красных, потом синие, потом в прошлом году я розовые покупала. Они все с пластмассы. Они падают и они не бьются. Поэтому не страшно. Не страшно их повешать, что если дети придут и будут трогаться, чтобы не кричать на них. Ой, не трогай, а то сейчас свалится, разобьется. Это же фактически что мы делаем? Мы делаем для детей, для наших. Правда? Как родители делали для нас. Ну, для себя, наверное, тоже хочется. Потому что хочется, чтобы что-то было как-то, ну, хоть что-то как-то вокруг немножко. Я в доме ничего не украшала, ничего не делала. Я говорю, что я сейчас, когда я одна, я в большой комнате практически не бываю. Я так мимо неё в свою компьютеру, телевизору и назад на кухню. Поэтому я больше всего вот стараюсь так. Потому что если кто-то ко мне приходит, то мы обязательно на кухне. В доме нету столов. Когда-то стол был на том месте, где у меня стоит шкаф с зеркалом. И там было окно, стоял стол возле окна, такой раздвижной. Если были когда-то гости, этот стол раздвигался. И на кухне никто не это самое, а все были в комнате там. А потом, когда я пристроила уже в ванную комнату, окно это заделалось. Его не стало окна, стало там темно. Потом заказала этот шкаф на всю стену. И стол там никуда. Я даже не знаю, куда он делся, этот стол. Когда появился Вася в этом доме, он любил всё это к месту. Или разобрать, или... Вот, потому что второй стол, я помню, был у меня школьный стол такой. Он был дорогой. Очень бабушка покупала мне ещё полированный. Ой, вообще очень красивый стол был. И он тоже куда-то ушёл в небытиё. Тоже Вася что-то его разбирал. Не знаю, куда он делся. А сейчас бы он так пригодился, Максюшке. Я потом же заказала себе вот этот компьютерный, на котором компьютер. А тот куда делся, не знаю. Вот, так что сейчас вот допью с вами вместе кофеёк. А то я что-то тут разболталась, рассиделась. А надо заняться делом. Надо... Борщ я вчера сварила. Борщ у меня есть. Захотят ли только они есть это. Картошка у меня сварена. Колбаска у меня есть. Копчёная вкусненькая очень. Пирог тоже спечен. Если что, захотят макароны, можно сварить. Правда? Вот. Надо быстренько ёлочку убрать, чтобы она уже была уже убрана. И убрать это всё со столов. Потому что кругом, кругом гирлянды. А ёлка белая, она вообще сыпется. Я и пол надо подмести. Потому что кругом от неё вот эти белые волосинки эти. Всё. У меня осталась капелька кофе. Пирог я свой не ела. Что-то у меня расхотелось. И сегодня я никуда не еду. Сегодня воскресенье. Воскресенье. Кто-то всегда начинает видео и рассказывает, какой это день. А я... А у меня получается так, что бывает, я не снимаю ни одного видео. А бывает, что я могу в день снять и два, и три. А потом их выкладывать. Поэтому я никогда не говорю, какой это день. Ну, вот так как дети выходные сегодня, поэтому они хотят по магазинам. И говорят, надо, может быть, детей, чтобы не таскать их. Я не знаю, сколько у нас мороз. Я сегодня не посмотрела. Но вот вижу, что ветер. И как-то прохладно. Вот всегда, когда ветер, уже в доме чувствуется. Что ветер в окнах. Хотя и окна двойные, и окна в окна не дуют. Но у меня не эти самые... Окна у меня переделаны от тех старых. Потому что я специально их заказывала. Но они у меня вот эти не пластмассовые окна. Не знаю, что-то мне те окна не нравятся. Но зато в них не дует. В общем, все, мои хорошие. Кофе я допила. С вами немножко поговорила. И сейчас я займусь елкой. Быстренько на нее повешаю шарики. Гирлянду никакую не вешаю. Потому что вот я сейчас смотрю на нее. Мишуру сейчас не вешает никто. Не весит. Как правильно? Не весит. Не вешает. Там у меня одна, не знаю, подписчица. Или, скорее всего, проходящая мимо. Но только вот любит зайти. Обязательно меня поправить. И то слово я не так сказала. И не так я написала. И вообще нечего на белорусском там ничего говорить. Но каждому свое. Где-то, может быть, я, конечно, делаю ошибки. Но вот вы знаете, я вот начала то самое. Приходила ко мне, почтальонша приносила. Я ей позвонила, попросила, чтобы она мне выписала журнал новый, который будет со следующего года идти. Она говорит, я выпишу, принесу квитанцию тебе и заберу этот рубль. Ну, и мы стали с ней. Просто она зашла, говорит, холодно. Я говорю, садитесь, может, чайку попьем. Это самое. И мы с ней разговаривали, разговаривали. Я говорю, вот вы замечаете, что я какие-то слова неправильно делаю ударение или неправильно я говорю. Она говорит, нет. Потому что, вы понимаете, почему? Потому что мы живем в одном, как-то сказать правильно, в одном месте. И мы так все разговариваем. Поэтому никто никогда никого не поправляет. Так я разговаривала в школе, так я разговаривала на работе. И никто не сказал никогда, что вот, нет, ты неправильно делаешь ударение. У меня ведь, смотрите, Люда закончила пединститут. Она как раз вот по русскому языку, по литературе. Таня училась в институте на библиотекаре. Но она не закончила, потому что она была в Минске. Потом у нее родители умерли. И ей надо было ездить на эти самые... на сессии на эти. Не получалось. Она раз, наверное, съездила. А надо было печки топить. И печки ходила я топить. А у нее паровое. У меня в то время были просто печки, а у нее было паровое. И надо было его чистить. Ну, я как могла, я помогала ей. Сейчас не знаю, смогла бы ли я уже таким заниматься с возрастом. А тогда, конечно, помогала. А теперь мне Таня помогает. Но она никогда... Она бы обязательно сказала, если бы я что-то говорила неправильно. Вы говорите, что вот у Люды правильная речь. А у вас неправильная. Не знаю, девочки, не знаю. Хотите поправлять? Поправляйте. Если вам от этого легче сразу же становится, поправляйте. Но я как говорила, так и буду говорить. Я не знаю, где что я должна ударение сделать. Или неправильно я там написала. Бывает, что напишешь и сам потом посмотришь. А, что это я там букву пропустила или еще что-нибудь. И не одна я. Я видела тоже. Вот сейчас я смотрела видео у одного человека. Не буду говорить. Не хочу, чтобы вы туда зашли и ее обкакали. Это случайно. Случайно было написано так. Может, она уже давно это поправила. Так что я сначала переживала, как-то старалась там что-то исправлять, запоминать. А потом думаю, ну, если люди, с которыми я живу, с которыми я общаюсь, меня не поправляют и не говорят, и разговаривают точно так же, как я. Почему я должна из-за этого переживать? У нас говорят так. Мы белорусы. Мы не говорим на белорусском языке. Мы не учили белорусский язык. Я учила литературу. У нас была только литература. Да, я читала. Я понимаю, кто что сказал, но разговаривать я на белорусском языке не умею. А в названии я написала. Я так вот знаю, как сказать это было, это предложение, но спросила у Алисы, как надо написать. Если там была ошибка, то это Алиса мне подсказала так. Вот так вот. Вот так вот. Так что даже и в канун Нового года я не обещаю вам изменить свой разговор. Как разговаривала, так и буду разговаривать. Либо надо сидеть и всё время думать и написать бумажку, по которой читать вам, либо просто сидеть с вами разговаривать. На сегодня всё, мои хорошие. До следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Хотите хорошие, хотите нехорошие. Как вам там вздумается? Потому что в основном у меня очень хорошие все мои подписчики. Просто замечательные. Вот. Я не прошу писать мне там какие-то лестные комментарии. Нет. Пишите, что думаете, то пишите. Ну вот, по-другому говорить я не обещаю. И мне, девочки, не стыдно. Мне не стыдно, потому что так я разговаривала всю свою жизнь. Если бы я разговаривала неправильно и к всем это было, резало слух, то, конечно, наверное, бы я разговаривала по-другому. Ну, раз я разговариваю и никто никогда, никто никогда не поправлял и не поправляет, значит, у нас в основном люди разговаривают так. Ведь в каждой, даже белорусской области, у каждого есть свой акцент и свой какой-то говор. Я, когда с мужем ездили в Симферополь, к его сестре, к родной, она сразу же замечала, говорит, вы говорите очень так жестко. Говорит, ваш говор отличается от нашего. Ну, а мы-то этого не замечаем. И я не замечала, как она разговаривает. Разговаривает, разговаривает. Вот так. Все, мои хорошие. На сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин